Профессор из США рассказал, когда создадут вакцину от коронавируса. Профессор из США рассказал, когда создадут вакцину от коронавируса. 4.27.09.2020 года, обновлено, 6 часов 9 февраля 2020 года. Reuters, China Daily. Лаборатории в китайском городе Ухань. Reuters, China Daily. Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань, Вашингтон, 9 фифрия новости. Создание вакцины от нового типа коронавируса может потребовать больше времени, чем продолжается нынешняя эпидемия, но это будет полезно для будущих вспышек, считает профессор Пенсильванского университета, глава Центра динамики инфекционных заболеваний, Сид Элизабет Магроу. Маловероятно, что, вакцина Reuters будет доступна во время текущей вспышки, поскольку ее разработка, вероятно, потребует в лучшем случае нескольких лет, но будет полезно иметь ее готовой для будущих вспышек, прокомментировала для РИА новости ситуацию эксперт. Я также хочу отметить, что, хотя вакцины еще нет, существует вакцина против SARS, severe acute respiratory syndrome, вспышка которого произошла в 2002-2003 годах РЭД, которая может дать некоторую защиту против нового коронавируса, отметила Магроу. По ее словам, в настоящее время вирус удалось идентифицировать, и специалисты работают над созданием вакцины. Вчера, 14.35. Скорость распространения нового коронавируса. Говоря об особенностях нынешней эпидемии, специалист рассказала, что данный вирус имеет более низкий коэффициент смертности, чем предыдущие вспышки коронавируса, при этом он заразил большее число людей. По ее оценке, в предстоящей неделе станет понятно, начнет ли инфекция распространяться между людьми за пределами Китая. Вчера, 18.30. В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 40. В настоящее время, похоже, что, за пределами Китая РЭД, зафиксированы лишь несколько случаев вторичного инфицирования, по большей части, благодаря хорошему мониторингу и карантинным мерам по всему миру. Считает Магроу. Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубей. Специалисты установили возбудителя болезни коронавирус 2019. НКОФ. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи. Правительство России на прошлой неделе приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубей находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов аэрофлота в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем. С 14 власти планируют отменить чартеры. Вчера, 16.25 скорость распространения нового коронавируса замедлилась.